так здравствуйте люди мои дорогие так здравствуйте так сегодня у нас в гостях будет очень интереснейший человек из якутска будем сейчас мы задавайте вопросы якутский институт водного травма ярослав михайлович сейчас мы его присоединим и узнаем как дела обстоят ярослав здравствуйте здравствуйте видеть и слышать давайте начнем с удовольствием давайте представимся на меня зовут виктория я представляю проект карабелру портал журнал соцсети директор якутского института водного транспорта стеки рослав михайлович мы являемся филиалом сибирского государственного университета водного транспорта ну и соответственно находимся и работаем осуществляем свою действенность в городе якутске вас сейчас уже вечер да как кстати погода в якутске немножко похолодало а вообще погода побаловала уже и шорта походили в майках уже было плюс 30 градусов несколько дней стояла погода а река лена начала заполняться к колено начала заполняться она сначала критические отметки била река лена наверное недели две назад у нас ажиотаж был мы все ходили смотреть ледоход несмотря на самоизоляцию наверно центральная россия тоже видела но как видеоролики разные да есть кто-то перенебрегал и самоизоляции но мы-то стараемся выполнять все условия расскажите немножечко тогда про ваш институт а почему вы директор не ректор у вас нет ректор у нас зайка татьяна ивановна и ректор находится в городе новосибирске и возглавляет сибирский государственный университет водного транспорта составе университета есть несколько филиалов якутский институт водного транспорта омский водного транспорта усть-кутский красноярский вот и хабаровский филиал пока еще есть да а расскажите как вы оказались в институте как я в институте я сначала закончил девять классов после девяти классов пошел в омское речное училище если еще раньше начать то сначала побывал на теплоходе у своего деда капитана дальнего плавания с ним в детстве да лет в десять он меня наверное на рефрижератор свой привел естественно глаза горящие эти двигатели сумасшедшие высотой там в пять метров на меня произвели впечатление каюта его капитанская больше всего на меня призвало впечатление думаю хочу быть капитаном пришел в омское речное училище где тут берут где тут учат на капитанов да приходите к нам зачем вам быть капитаном электромеханик лучше записывать велико механик примерно так потом омский филиал новосибирской государственной академии водного транспорта в омске закончил высшее образование уже на механике по очной форме потом поступил аспирантуру политеха омского и параллельно работал на кафедре уже института и так и остался до 39 лет проработал в омске потом татьяна ивановна предложила приехать якутск приехал посмотрел решил что первые впечатления от город якутск мне показался очень знойным потому что это было в пятнадцатом году 15 июля погода стояла сумасшедшие 36 наверное 38 градусов жары пыльно жарко очень я был очень удивлен ассоциация же однозначно что якутск это значит холодно значит мороз да оказывается нет и купаются и на пляже ребята загорают вот решил что не не приеду если честно с первого раза но поработал вернулся и думал что ну надо ехать все-таки иван и говорили приезжай хорошо съездили вот 19 ноября 2016 года я здесь чему очень рад потому что уже за этот период видно плоды деятельности получаю удовольствие от этой работы коллектив профессиональный работать приятно люди любят свое дело преподаватели молодые воспитательный отдел профессионалы преподаватели на флоте в навигацию ходят работают зимой преподают от первого лица дисциплины дает как не работайте с кадрами берете непосредственно из области или переманиваете мы сейчас работаем в основном с кадрами из республики была практика по высшей школе приезда профессорского преподавательского состава из города новосибирска сейчас такая практика тоже есть но в основном стараемся закрывать штатными кадрами города потому что я в этом вижу больший толп большую отдачу когда они работают круглый год когда заинтересованы не во временной деятельности а постоянно быть и развивать поэтому в первую очередь работаем с местными кадрами а сейчас есть какие-то свободные кадры можно кто-то смотрит и какое нужное образование чтобы может кто-то хочет переехать переехать где жить будут но переехать переехали бы но вопрос жилищный заставляет задуматься очень серьезно по переезду не знаю как будет мир поменялся в связи с дистанционных форм обучения и все прочее поэтому мобильность преподавательского увеличится мне кажется ну это да расскажите кстати как вы вот сейчас заканчивали сейчас уже закончили или еще экзамены идут в рамках идет кто-то ушел на практику кто-то работает еще кто-то заканчивает сессию выпускная коллекционная работа защита у нас дистанционной форме будет в двадцатых числах июля и по средней школе и по высшей школе кто-то выходит на итоговую на промежуточную аттестацию а на каких судах обычно у вас практика проходит расскажите суда администрации ленского бассейна суда ленского объединенного речного пароходства сухогрузы нефтенали обстановочные теплоходы земснаряды весь ленский флот флот ленского бассейна я просто думал что то еще хотите добавить а вы следите за судьбой выпускников и ну промокаете им как-то трудоустраиваться обязательно заявки ежегодно приходится выпускники вообще у нас на расхват и по высшей школе и по средней школе ну конечно но для статистики допустим ежегодно на практику только ленского объединенного речного пароходства требуется триста пятьдесят шесть человек рулевых мотористов минимум а наших ребят на практику уходит сто двенадцать человек по среднему профразованию конечно из регионов приезжают наши ребята желающие работать на флоте просто как горячие пирожки расходятся и по высшей школе такая же ситуация якутск энерго саха энерго электрики технологии транспортных процессов также на наши предприятия если еще желают имеют возможность переехать в лусы северные лусы то просто с руками разбираются а расскажите непосредственно про саму подготовку кадров в северных условиях определенная специфика у вас же да правильно как это все происходит специфика когда летом плюс 40 зимой минус 50 причем зима длинная полгода идет точно в октябре начинается 14 октября покров но он так у нас уже лед звенит 14 октября и то апреля месяца конечно холод а ребята среднего профобразования после этой учебы теоретического обучения идут на практику и уезжают в северные районы республики где опять холод где также бывает шторма и работа с ежедневным подвигом я думаю совмещена и наша задача подготовить высококлассных специалистов профессионалов которые смогут в этих условиях работать и ребята у нас действительно штучный товар и готовы к этой специфики северной те кто проходят эту навигацию эту школу жизни действительно закаляются также есть и высшее образование и говоря о специфике знаете я задумываюсь о чем федеральные стандарты одинаковые что калининграде что в якутске что в омске поэтому мы обязаны в первую очередь соблюдать эти стандарты и работать в рамках этих стандартов поэтому приспосабливаемся география россия большая а вас учатся именно учатся ребята опять таки из республики или приезжают насколько вы поддерживаете если какие-то как это называется общежития общежития есть у нас в общежитии живут многие принимают решение снимать квартиры в якутске с кооперируясь с другом ребят заселяем в общежитии дружно в экипаже живут приезжают со всей республики чита хабаровск красноярск иркутск находка в прошлом году в позапрошлом к нам даже из анапу поступал в битвери представьте поступил поступил отучился но по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться на родину но в год полтора отучился у нас морозили человек расскажите как будет происходить приемная комиссия 2020 года так и по всем ли направлениям есть бюджетные места бюджетные места есть у нас по четырем специальностям среднего профобразования в общем это 150 человек мы набираем девятиклассников 11 класс поступает на вне бюджетные места по программ среднего профобразования по высшему образованию три направления подготовки электроэнергетика электротехника строительство технологии транспортных процессов места 25 по технологии транспортных процессов 15 человек по строителям и 17 человек по электроэнергетике электротехники бюджет а также у нас в республике существует практика целевых мест и по заявкам предприятий в этом году пока вопрос не решен но я надеюсь что будет решен положительно по всем республиканским вузом и такая возможность останется у ребят республики пойти по целевым программам подготовки на места от работодателей администрация ленского бассейна снудков павел владимирович берет с удовольствием строителей для своей деятельности ленск объединенное речное пароходство администрации улусные вот по этим направлениям тоже ребята у нас учатся и потом гарантированно трудоустраиваются в период учебы проходят практику а потом трудоустраиваются а скажите а рассматривается ли в институте вопрос о подготовке специалистов для строящейся судоверфи в жатай в жатайской судоверфи мы неоднократно общались и с Вадимом Павловичем общались с нами Вадим Павлович где-то был очень уважаю Вадима Павловича очень рад тому что мне удалось познакомиться и пообщаться воочию легенда мне кажется отечественного судостроения так вот в жатайской судоверфи нужны сейчас готовые кадры и мы готовы эти готовые кадры в кратком времени подготовить у нас же есть магистрские программы в университете головном наши выпускники могут сориентироваться сейчас очень вовремя выпускники текущего года набора поступить в магистратуру университета и через два года готовым магистрами вернуться на уже построенную жатайскую судоверфи и при этом продолжить работать это первое направление есть потребность жатайской судоверфи в профессиях рабочих здесь а у нас эксплуатационные специальности по среднему профобразованию мы в первую очередь готовим конечно ребят которые будут работать на новых судах что тоже стоит сейчас ребятам смекнуть и понять что пока они в этом году поступят через четыре года они пойдут работать на начнут уже работать на новых судах строящихся современных ну сказка же это очень хорошо ну конечно так что будем готовить будем помогать сейчас и мы заинтересованы в том чтобы наши ребята имели такую возможность скажите а есть возможность у ваших выпускников якутского института водного транспорта да работать на морских просторах есть ли такие практики или я специфика выбирает я тоже когда-то работал на морях ну здесь каждый определяется для себя возможность есть потому что к слову сказать у нас в этом году открылась при сибирском госуниверситете морская академия кто бы мог подумать что в городе Новосибирске готовят моряков и поэтому наши выпускники с большим абсолютно возможностью очень спокойно могут пойти поступить в морскую академию продолжить обучение после нашего среднего профобразования там высшее получить могут курсы все тренажерные подготовки и так далее плюс сейчас по учебно-тренажерному центру вновь построенному новому для нас это вообще большая радость и здесь я тоже думаю будет открываться направление по каким-то подготовкам тренажерным по морской подготовке так что Расскажите про ваш новый центр ваш новый центр да какой-то открылся он не открылся у нас да головной университет Сибирский университет водного транспорта и лично Татьяна Ивановна Зайко по своим руководством неусыпным я думаю без нее бы ничего бы не получилось создали этот учебно-тренажерный центр компания генподрядчик кинг-95 совершили невозможно дельный привет Сос Вардесычу который сделал такие прорывы представьте в прошлом году на еще сваи стояли только в позапрошлом мы стали сваи забивать а в этом году жаль что вы к нам не заехали когда были в Якуске у меня Вадим Павлович но я думаю вы приедете к нам же еще да мы очень хотим пустить отсюда вверх в Татайске в общем сейчас мы готовим к приему к сдаче в эксплуатацию и приему на свой баланс учебно-тренажерный центр продолжается подготовка по оснащению учебно-тренажерного центра что-то уже поставили что-то еще изменяется в проекте и допоставится но конечно это правило большой это новые современные площади это новый учебно-тренировочный комплекс по борьбе с пожаром контейнерного типа модульного зарядиться нам собирает его с изменяемыми коридорами с различными видами огня решения да там сказка страшно да ну да там сказка там страшно конечно но все это безопасно относительно по борьбе с водой имитация реальной пробоины суда с отоплением отсека будет несколько разновидностей пробоина от иллюминатора до малого отверстия двигатель нам компания РЗУЛО поставила комплекты электрооборудования разного лабораторных установок по электробазопасности ну масса-масса плюс еще судовые энергетические установки там двигатель я как механик по высшему образованию так вообще у меня глаза горят там и индикаторные показатели эффективные показатели двигатели автоматически с подключением компьютера с инициализацией всех этих рабочих процессов сказка ноутбуки проекторы в общем учись не хочу скажите а непосредственно сами преподаватели они были в море у вас ну то есть они в основном ну как имеют какое-то образование морское или это просто педагоги нам же не обязательно всем преподавателям быть моряками те преподаватели которые преподают дисциплины морской подготовки они безусловно работают на море конечно конечно они хоть и молодые но бывалые и ну квалификация позволяет они знают о чем речь идет работаем и на море готовим и на реку готовим а вы кстати не сказали как будет происходить приемная комиссия ну компания 2020 года вы уже принимаете с 20 июня с 20 июня 2020 года будет официально открыт прием среднее профобразование поступает на базе аттестатов документы подаются удаленно через личный кабинет абитуриента да никакого очного контакта с сотрудниками приемной комиссии не будет в этом году ну попробуем это интересно для нас опыт а по высшему образованию мы ждем сдачи ЕГЭ 29 июня первый экзамен и после получения результатов будут подавать а сколько у вас в прошлом году было человек на место человек на место но у нас вне бюджета в прошлом году и по средней школе мы набрали и по высшей школе поэтому не каждый человек может рассчитывать на бюджетное место их мест достаточно и ребята с неплохим средним баллом могут рассчитывать на бюджетные места я думаю полтора человека по средней школе у нас средний балл многие же по медицинским показаниям да кто-то подумал медкомиссия своя сейчас нет обязательного требования по медкомиссии на плавсостав сейчас только своя медкомиссия форму 0.76 у справка и все ее достаточно для поступления но если он хочет быть судоводителем а цвета не различает понятно что мы ему объясняем что здесь нужно сделать правильный выбор по правильному направлению подготовки по специальности а надо какие-то дополнительные экзамены сдавать ну нет нет по средней школе вообще нет экзаменов конкурс аттестатов а по высшей школе математика профильная обязательно должна быть у выпускника 11 класса физика и русский язык я надеюсь нас слышат 11 классников у них возник соблазн в этом году не сдавать ЕГЭ получить аттестат и не пойти поступать в институт вот ну правда потому что известно же что они могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ правильно и я боюсь что кто-то согласиться ну наверняка согласятся и решать зачем мне этот ЕГЭ не пойду я ЕГЭ сдавать пойду я куда-нибудь в армию или поступлю в техникум ну конечно надо идти если хотите учиться ребята на бюджете идите сдавайте физику и профильную математику поэтому к нам либо в другой технический вуз эти направления подготовки сейчас очень востребованы рабочие кадры ждут по этим направлениям и инженерные кадры будут востребованы не один год еще Россия на пути развития все заводы хватает именно технических специалистов скажите а стипендию платите ребятам какая стипендия можете сказать есть ли какая то стипендию стипендию платим есть стипендия повышенная есть стипендия социальная есть стипендия повышенная академическая стипендия сумма по высшему образованию 2352 рубля по среднему профобразованию 868 рублей это обычно не повышенная стипендия повышенная у нас 4100 рублей социальная стипендия 3528 рублей 1302 по среднему профобразованию социальная это что? социальная стипендия это ребята которые имеют право на социальную помощь, на социальную стипендию, они справки переносят, да, о доходе, о составе семьи. Нам переносят справку о том, что они имеют право получать стипендию. А если на дотацию, допустим, это считается уже платным? По поводу дотации целевого обучения, да, мы говорим? Ну да. Или про контрактную. Смотрите, по целевому обучению здесь ребята еще могут получать две стипендии по высшему образованию. Они могут получать стипендию, если хорошо учатся, академическую, федеральную стипендию, если они на бюджете плюс целевое место, плюс целевое, такие тоже места у нас есть. А если на чистом целевом месте, ну, на контрактном, тогда организация платит им целевую еще стипендию. Но те цифры, я не знаю, в районе 4-5 тысяч, наверное, есть. Там стипендия даже, наверное, больше, чем федеральные. В принципе, пример такая же, как и... А вообще, насколько растет стипендия? Потому что мне кажется, что вот когда я училась там в 2000-м, да, например, такая же была стипендия, по крайней мере, у нас в Санкт-Петербурге. Вы знаете, когда я работал деканом в Омском институте водно-транспорта, это было в 2009-2011 году, у нас стипендия у некоторых ребят повышенная, доходила до сумасшедших сумм, там, 18-20-25 тысяч, да. У меня сотрудницы в деканате сидели и... Плакали. А не пойти ли нам поучиться, да, на научную форму обучения? Но сейчас ситуация выровнялась как-то. Ну, идет разговор о том, что стипендии повышать, сделать их на уровне минимального размера оплаты труда. Вы же слышите всю эту информацию. Поэтому будем ждать. У нас стипендия начисляется в соответствии с федеральными нормами. Мы сами не имеем права заплатить ни на копейку меньше, чем это установлено 3-2 дня. А вовремя платят, а стипендии все в порядке? Ну, конечно. Здесь и стипендия, и зарплата сотрудникам. Здесь это уголовная ответственность. Ну, это... Я имею в виду по факту. Скажите, а вот если человек... С чего нужно начать? Человек, который решил посвятить себя флоту. Вот, допустим, девятый класс. Ну, кто-то же может пойти, потому что, ну, допустим, легче поступить. Да? Или какое-то напутствие ребятам, которые, допустим, решили пойти учиться. И связать свою жизнь с морем, например. Выйти в порт в речной, выйти на берег реки, посмотреть на теплоход. Если ёкнет сердце, значит, моё. Значит, надо прийти. И значит, это навсегда. Вот этот тест я в своё время проходил, и работает. А после того, как вот эта вспышка произошла, после того, как маячок сработал, надо брать свой аттестат, заходить в личный кабинет в этом году, регистрироваться на сайте, искать якутский институт водного транспорта и подавать документы. А здесь уж мы научим флоту. А есть, кстати, кто-то, кто, допустим, отучился и не пошёл работать по специальности? Ну, конечно, есть. Есть такие? Ну, конечно, есть. В каких институтах специализировано? Разная ситуация жизненная бывает. Кто-то выбирает другое направление. Кто-то испугался вашего центра. Кто-то поступает, потому что мама так сказала, или папа так сказал. Пришёл, отучился ради мамы, папы. Ну, всякое бывает. Конечно, могу сейчас говорить, там, грудь бить. Нет, наши только на флоте. Но на свободное государство, да, ищут. Вопрос в том, знаете, как бывает, Виктория. Они приходят на флот, навигацию отработали. Потом поступили, допустим, в институт, что-то, какие-то ситуации. Ушли из флота. А потом время проходит, помыкались с таксистами. И дайте-ка мы у вас пройдём ещё повышение квалификации. Что-то мы надумали на флот прийти. Как-то здесь понадёжней будет. Как-то здесь хорошо оказывается. Стабильнее, да, в плане зарплаты. Ну, стабильность, понятно. Обмундирование, оно же не только у нас по плавающим специальностям. Они на работу выходят. Их одевают, кормят, зарплату платят. Он полгода работает, хорошо. Основную часть зарплаты получает в навигации. Но так он и не тратит ничего в этот период. Ну, он один, кроме как снабжения семьи. А какой-то город и республика помощь и поддержку оказывает Вашему институту? Мы дружим очень и работаем совместно с Министерством транспорта, с Министерством образования и науки республики, с правительством республики. У нас соглашение о сотрудничестве с правительством республики заключено. Они слышат нас, учитывают наше мнение, пожелания. Мы работаем по целевой подготовке совместно с этими министерствами. Без них никак. Поэтому здесь только все в одной связке. Мы готовим кадры для жизнеобеспечения республики, для арктических районов. Без наших кадров ситуация невозможная работа. Понятно, что приезжают ребята издалека. Но лучше, если он, вот соседников и мы, приедет к нам, отучится и туда вернется. И потом на свой же теплоход придет работать там же, в этом же районе. И он не будет думать о том, куда бы ему уехать и вернуться. Поэтому заинтересована, да именно есть республика. Заинтересована в том, чтобы мы готовили ребят, своих ребят, в большей мере. Понятно. То есть вы заинтересованы больше, чтобы с ваших регионов к вам приходили? Ну а как же? Ну, где родился, там и пригодился. Конечно, если они здесь. Подготовились, они здесь и останутся. Возможности есть для этого. А вы как-то следите за другими институтами? Допустим, вот у нас в Санкт-Петербурге, там, как-то общаетесь с ними? Каким опытом делитесь? Невозможно не общаться. В эпоху цифровых технологий, в эпоху мобильности. У нас же советы по образованию. Руслан Ричлот нас собирает. Мы приезжаем, обмениваем информацию. У нас курсы повышения квалификации проходят. В прошлом году мне удалось совместно с другими дикторами нашего института приехать в Макаровку, поучиться в Санкт-Петербург, посмотреть, что это такое, повосхищаться. Мы встречаемся с другими филиалами других университетов. Поэтому, конечно, у меня ребята уезжают. У нас же есть чемпионат AllSkills и Олимпиады профмастерства. И мы проводим их и в Томске, в Томске техникум судовождения и водного транспорта. Туда приезжаем. Мы в Ростов-на-Дону приезжаем. Работаем. На Санкт-Петербурге, в Мурманске у нас ребята, наши обучающиеся и эксперты из состава нашего института приезжают и знакомятся и с материальной базой, и вообще с устройством деятельности. Это мы дружим. Скажите, Ярослав Михайлович, на каком уровне сейчас находится вообще непосредственно институт ваш или вообще морские? По сравнению, допустим, 10 лет назад, что поменялось? Это два разных. Если, допустим, сравнивать себя с собой, Якутский институт водного транспорта с Якутским институтом водного транспорта. Это два разных института, на мой взгляд. И по материально-техническому оснащению, но был застой, не было внимания должного уделено. Сейчас заинтересованность подготовки кадров есть. Мы видим о том, что мы попадаем в федеральную программу, и не мы одни попадаем в эту программу. Я вижу, какое тренажерное оборудование другие филиалы поставляется, и в наш же филиал поставляется. Это два разных направления. Конечно, есть еще над чем работать, но существенное. Новый учебно-тренажерный центр. 202 миллиона рублей по федеральной программе. И в этой программе участвуем и работаем. Ну как? Есть большая разница. Понятно. Ярослав Михайлович, во-первых, спасибо вам огромное, что вы уделили нам время, рассказали. Я надеюсь, что мы хотя бы одного человечка сподвигли к вам поступить, и это уже будет большое дело. Потому что вдруг он станет капитаном. Хочу пожелать вам успешной работы, вашему институту, вашему центру обучающему, чтобы было больше новых тренажеров. Расскажите, знаете, что, какая ваша любимая книга? Вот немножечко про вас еще хотелось бы. Я выбираю писателя и начинаю читать от начала до конца. Все его... Целиком? Недавно закончил. Ну, как целиком. Основное направление. Вот недавно дочитал Юнезби. Переложился. До этого Сергея Алексеева читал. До этого Булгакова читал. Вот как зашел. Я... А? Все книги? Ну, взял том большой и вот начал читать, знакомиться от корки до корки. А вы читаете не в электронном виде? В электронном виде. Иногда в бумажном виде. Читаю всегда, каждый день читаю. Что-нибудь открываю. Сейчас начал знакомиться с творчеством Пелевина. Но очень тяжело. Тяжело. Я в тихом шоке, да, нахожусь как-то, да... Ну, вы запикиваете. Запикиваете, да. Я, кстати, не смогла. Я вроде как... Ну, вот мы понимаем. Слова тут, но читать не смогла. Ярослав Михайлович, расскажите, насколько, кстати, сегодня студенты... Есть у вас своя библиотека или какой-то доступ к электронной библиотеке? Как, кстати, вот в этом плане учебников? Как у вас обстоятельства? Электронная библиотечная система есть, безусловно. И без нее сейчас, наверное, не работает ни один ВУЗ. Особенно в дистанционном формате сейчас. БС-вадьб, БС-книга у нас, и библиотека работает. Читатели без... Не остаются без книг. Плюс электронная информационно-образовательная среда. Ну, как стандартные вышли, так мы ее начали реализовывать. Там есть вся литература. Библиотека есть. 45 тысяч экземпляров, мне кажется, по последней информации у нас. Ну, бумажные книги. Книги обновляются. Вот недавно подписывал счет на книги. Типа, раньше посмотрел, там, 20-й год, 19-й год выпуска. Поэтому, думаю, из этого никак. Мы должны выполнять стандарты. А в стандарте прописано о том, что у нас должна быть литература. Скажите, а вы как последите за обновлением флота? Вот насколько ваши студенты в курсе событий? Виктория, вот за это я хочу сказать отдельное спасибо вам. Потому что, ну, конечно, потому что вы настолько объемный пласт работы сморачиваете. Я первый источник, у меня корабел РУ по поиску информации по новым судам, по флоту. И я очень рад, что такой существует. И вы нам очень помогаете доводить информацию. Потому что мне интересно смотреть, где не просто вот где-то вот моторная лодка какая-то, да, изготовленную или баржу там где-то на заводе сделали. А где ледоколы со стопелей исходят. И все благодаря вам. Причем она живая же вся информация. Она вот очень вовремя подается, эта информация. Поэтому вам спасибо. И мы репостим вашу информацию на своих страничках, своих историях. Мы пользуемся вашей информацией. Вам спасибо. Это классно. Спасибо вам огромное за воду. А скажите, ну вот, например, насколько учителя, ну вот вы следите, это хорошо, а сами преподаватели следят? Просто я пару раз общалась с преподавателями, да, которые, ну то есть, скажем так, не очень в курсе того, что сейчас нового строится. Это же, ну это дико важно. Есть ли какое-то обучение вот у вас преподаватель или какая-то обязательность? То есть, ну даже вот там новое пассажирское судно, да, строят в России, там сейчас крыболовы. А я разговариваю, а он не в курсе, скажем так. Как-то это вы отслеживаете? Да, заставить невозможно, и я не буду этого делать. Я вижу, что у меня работают фанаты своего дела, заинтересованные люди, которые болеют душой за флот, и которым интересна эта позиция. Пвалить информацию я не провожу. Но наши паблики, нашу новостную ленту читают все наши сотрудники. А здесь мы представляем, хочет, не хочет, но он прочитает, остановится, раскроет ссылку, посмотрит. Порадуется, и все, пойдет внести в массы эту информацию. Хорошо, а сколько вы в год обучаете людей, получается? У нас сейчас около тысячи человек, контингент среднего и высшего образования. Ну, с учетом очной, заочной формы обучения. Около 400 человек по среднему профобразованию, по очной форме обучения. И, ну, там, 360 по очной форме, по заочной, там, 150. А по высшему образованию обратная пропорция, там больше по заочной форме ребята учатся. Но очень радостно у нас был же, пауза была по выпуску очников по высшей школе. Мы вновь начали набирать в высшую школу по очной форме обучения. И в этом году второй подряд выпуск идет. Выпускников, очников ребят заканчивают. Так, давайте подытожим. Сколько нужно учиться, если я с девятого класса пришла? Это у вас школа, да, высшая называется? Если школа, три года, десять месяцев. Это среднее профобразование. После девятого класса. Три года, десять месяцев по трем специальностям. Это эксплуатацию судовых энергетических установок, эксплуатация внутренних водных путей и эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Три года, десять месяцев. А судоводители учатся четыре года, десять месяцев. Потому что судоводители сейчас обучаются по программе повышенной подготовки. Старший техник, судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок. Ему не нужно получать второй диплом для того, чтобы работать на речном флоте. У нас же, вы же знаете прекрасно о том, что на речном флоте идет совмещение специальностей. Он может быть капитаном и механиком параллельно, да, или механиком плюс капитаном. На морском флоте здесь, если капитан, то капитан, механик, то механик. Так вот, на речном эта проблема очень долго, не одно десятилетие существовала. В советское время были эти программы, а потом упразднили. И приходилось два образования параллельно получать. Теперь судоводители могут учиться и на выходе получать диплом, который позволяет им еще эксплуатировать судовую и механическую установку. Так вот, они учатся 4 года 10 месяцев. Это после 9 класса. После 11 класса на один год меньше. Программа 10-11 класса у нас дается за первый курс тех, кто поступил после 9 класса. Вот. Получается, вы готовы? После 9 класса выгоднее на один год. Не надо терять 2 года в школе, но можно прийти после 9 класса и поступить в училище. Если речь идет про средний. Если ребята после 11 класса сдали ЕГЭ хорошо, то они поступают сразу в институт. И тогда они экономят вот эти 2 года. Правильно же? Тут смотрят, какую конечную точку мы хотим добиться. Если нам достаточно среднего профобразования, то вот так. По вышке 4 года бакалавра, также 3 года 10 месяцев бакалавра. Но будет желание, мы у себя проводим экзамены, магистратуру в университет головной, в СГУФ. И там еще 2 года доучиваться. Потом аспирантура может быть. Траектория очень разная у всех. Каждый сам выбирает для себя траекторию. Да, вот здесь вопрос задают. В чем разница диплома электромеханика от учившихся на среднем специальное образование от высшего? Тут та же специальность. Квалификация. У нас же... Зарплаты. Специальности разные. По зарплате, но... Я имею в виду, что это ответ. Разная будет зарплата. Разные специалисты. Возможно, да, уровень специалиста другой, уровень управленческой деятельности другой. То есть выпускники среднего профобразования не смогут работать на должностях выпускников бакалавра. А бакалавры, в свою очередь, не смогут занимать первые места. Главный инженер бакалавр не может быть главным инженером. Он должен быть или специалистом, или магистром. Вот такая история. А вы проводите еще курсы повышения квалификации. По каким специальностям можно пройти? Дополнительное профобразование у нас... Ну, то, что для всех абсолютно понятно и полезно, это маломерный флот, водитель маломерного флота. Это не обязательно быть речником, но здесь, в республике, у нас моторная лодка есть у многих, если не у каждого. Поэтому для того, чтобы гею управлять, нужно иметь право. И мы обучаем на этом направлении. Плюс повышение квалификации... Сколько по времени вы обучаете? Месяц-полтора. Это короткая программа, здесь быстро. Теоретическая подготовка потом практически на воде. И потом сдают экзамены в государственной инспекции маломерного. А у вас, получается, есть какие-то суда маломерные? Или... Ну, есть, конечно. А у института? У нас есть маломерные суда. Да? Свои прямо у института? Ну, это не такая большая проблема, конечно, есть. Когда-то не было. Вот пять лет назад не было, сейчас есть. Это классно. Но, скажем так, десять лет назад у нас были суда свои, у многих филиалов были на балансе суда. Сухогрузы были, толкачи были, земснаряды даже были. А куда они были? Было-было. Потом, ну, скажем так, обучающие, люди, умеющие обучать, должны обучать. Люди, умеющие эксплуатировать флот, должны эксплуатировать флот. Поэтому было принято решение утвердителю передать флот в администрации бассейна. В основном флот был передан. Ну, в каких-то организациях сохранился еще. У нас остался только маломерный флот. Понятно. Скажите, с какого курса начинается практика уже реальная? И как относятся бывалые моряки к студентам? Как их воспринимают? И к тому, что они уже знают. Знаете, обычно говорят, легче. Вот пришел человек с института, легче с нуля все объяснить, потому что институт ничего не дал. Знаете, я учился и в училище, и в институте. И был на практике и в училище, и был на практике в институте. И пришел после института на теплоход, третий курс закончил. И, ну, вроде я человек, который хочет работать, и пытливым там все. Ты кто, с института? А, был у нас один студент. Вот оставил след студент, который был до меня, не очень хороший. Потом мы поработали. Да нет, оказывается, студенты есть нормальные, которые хотят работать, хотят учиться. Везде свое отношение. И бывалый, небывалый, зависит от того, хочет он работать или не хочет. Ребята, те, кто работает... А, вы спросили, когда он готов уйти на практику, когда начинается практика. После второго курса. После второго курса. А бывает так, что он выходит прямо на несколько дней на сутки? Почему на несколько дней? Они в навигацию уходят. После второго курса, если ему исполнилось 18 лет, он у нас уходит в навигацию, получается, получается, кстати, на морском флоте часто бывает так, что они идут без оплаты, да, работают в составе команды, у кого выучили практики, то на речном флоте есть возможность при прохождении практики месяц, да, плюс теоретический курс на рулевого моториста, они в рамках программы основной на втором курсе изучают ее. 18 лет исполнилось, он уходит в штатной должности на теплоход. И работает наравне с остальными членами команды. 18 лет исполнилось, а он уже прекрасную зарплату получает на уровне мужчины взрослого. Это приятно, мне кажется. Поддержка семьи хорошая. Реликом зарплату 100%? 100% зарплата, как в штатной должности рулевого моториста, конечно, хорошо. Есть на речном флоте так. Скажите, а они, вот я хотела спросить, у нас в Санкт-Петербурге есть для детей кружки специальные морские. Есть у вас такие в регионе вашем, в республике? Центр технического творчества у нас есть. Мы с ним очень хорошо дружим, дружим, проводим совместные проекты, конференции. Ребята, любо-дорого смотреть. Глаза горящие, в бескозырках, в тельняшках. Да, все готовы. Ну, причем в республике, чем мне нравится, здесь очень сильно развито творчество детское. И каждый, кто хочет чем-то заниматься, он обязательно себе найдет занятие по духу. Мы в рамках нашего института, у нас есть кружок парусного моделирования, причем не просто модели, а реальные парусные лодки есть вот такие. Ребята у нас, которые могут этой возможностью воспользоваться и помогают, строгают, пилят. Так что, как без кружков? Так они у нас, есть ребята, так они наши, считайте. Но если он 8 лет собирал эти мастерил корабли, маленькие модельки, да, он же мечтал о том, чтобы прийти с лотом в жизнь совместительную. Знаешь, разные ситуации бывают. Кто-то в летчики пошел, в мастерил кораблики, пошел в летчики. Кто-то к нам пришел. Но это другая история. Хорошо, Ирослав Михайлович, у нас с вами, да, время уже подходит к концу, но там по правилам Инстаграм, не по нашим. Во-первых, еще раз, да, спасибо вам большое. Во-вторых, у вас уже сейчас сколько, 8 вечера или? Меня время не напрягает. Неприятно общаться. Полдевятого, да, у нас. А, полдевятого, да. Хотела спросить, в конце я задаю такой вопрос, у нас с вами, по-моему, уже 25-е, я сейчас не помню, я не знаю. Что вы сказали? 26 была цифра. 26, да, 26. У нас есть ОСК, это Объединенная Судостроительная Корпорация, вот, есть президент свой, Алексей Львович, я бы хотел спросить, что вы скажете, когда встретите его? Ну, что-то, может быть, для себя, для института, там, попросить, рассказать, донести какую-то информацию, потому что они нас вроде как смотрят. В гости хочу пригласить, показать, чем мы живем, что у нас есть. А здесь, я думаю, мы начнем, найдем, о чем поговорить. Просить сходу, но я не буду никогда ни у кого ничего сходу просить, никогда ничего не просил. Совет молодым, общение, участие. Я очень уважаю наш Подчительский Совет, в составе которого первые лица компаний республиканских. Разглавляет Снитко Павлович наш Совет. Я думаю, что и Алексей Львович с удовольствием бы подключился к этой деятельности. Мы бы делились информацией, говорили о своих достижениях и вопросах института. Так что, думаю, что нашли бы точки соприкосновения. Скажите, а вот в Нижнем Новгороде сейчас появились классы ОСК, да, вот я с ребятами общалась, и с директором специально... Школьников, да? Да, школьников с шестого, по-моему, или седьмого класса. Есть такая в республике у вас практика? Не знаете? У нас была в республике попытка создать транспортные классы. Плюс у нас по соседству есть 21-я школа Сергея Артемовича, мы работали совместно, и идея у него была создать транспортный класс. Ну и мы этот класс создали, и даже совместно проводим элективные курсы. Они к нам приходят, наши преподаватели их обучают. Для детей это абсолютно бесплатно, и они уже знакомятся с нашей слоткой тематики. Поэтому классы эти не просто есть, они существуют, мы работаем. Насколько хорошо или плохо, надо спросить у ребят, насколько им это интересно. Но мы с удовольствием эту работу ведем. Ярослав Михайлович, спасибо вам еще раз огромное. Огромное привет Жатаю, Якутску, всему, всей республике. Приятно было очень с вами познакомиться. Ну и, конечно, зовите в гости. Обязательно к вам приедем, когда все наладится. Виктория, спасибо вам большое. Надо вам вашу библиотеку подписать на журнал Корабел Ру, чтобы мы им отправляли. Я отметил себе до нашего диалога. Себе, да. У меня галочка стоит. Вам спасибо. Спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.